Первые ученики Международной академической школы Одессы сядут за парты уже 1 сентября этого года. Глобальное строительство завершено. Сейчас в учебных кабинетах работают дизайнеры, готовят к установке современное оборудование. Электронные доски, парты, компьютеры. Ежедневно готовность объекта и качество выполнения работ инспектирует инициатор создания школы будущего, лидер Украинской морской партии и почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Инновационные учреждения сегодня посетили наши корреспонденты. Уже на чистовую, выкрашено, выберено. Готовимся к 1 сентября. Готовимся принимать детей. 22 тысячи квадратных метров, два храма, трехэтажный спорткомплекс, открытая спортплощадка, киноконцерт-холл на 900 человек, строящийся по проекту народного артиста Украины Георгия Делиева. Школьное кафе и два бассейна, которые соответствуют высоким международным стандартам. Классы будут немногочисленные, максимум до 20 человек. Индивидуальный подход каждому ребенку и основной уклон на изучение иностранных языков. Учителя приглашены из Великобритании. Мы находимся в специализированном классе английского языка. Здесь полностью все готово. Даже художники постарались, чтобы ребенок, когда заходил в класс, он знал, что это кабинет не математики, а английского языка. В строительстве применялись только экологические современные материалы. Отделка в коридорах и классах покрыта специальным микробетоном. На крыше более сотни солнечных коллекторов. Это позволит обеспечить теплом школу круглый год и, что самое важное, подогревать воду в двух бассейнах. Мы на этом не должны экономить. На детях, на школе мы не должны экономить. Нужно самое лучшее, самое современное, самое перспективное. У Международной академической школы Одесса нет аналогов Европы. Предусмотрен новый формат и передовые методики обучения. Лучшие учителя уже прошли отбор, а ученики, чьи родители подали свои заявления, с нетерпением ждут, когда их дети переступят порог родной школы. Лидер Украинской морской партии, почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов отмечает, что сегодня ведутся переговоры с мэрией о том, чтобы дети из социально незащищенных категорий, дети-сироты, дети из многодетных семей, имели возможность учиться в школе бесплатно. Я благодарен Украинской морской партии за политическую поддержку строительства этого целого комплекса. Я думаю, что при такой поддержке мы построим еще не одну школу и не один детский садик. Нужно просто иметь желание и любить свой город по-настоящему. Кроме того, в планах создание на улице Академической еще одного кампуса, где смогут жить ученики, которые приедут учиться из разных уголков Одесского региона. Такие перспективы рассматриваются сегодня совместно с губернатором и руководством Одесской обл. администрации.